И всем привет, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонат аккаунту. И сегодня у нас уже генералиссимус на нашем маке, сегодня у нас очень знаковое событие. Сегодня мы вместе с вами впервые, наверное, за столь большое количество серий не будем играть, не будем тут что-то фармить, да. Сегодня у нас все будет зациклено на приобретении одного интересного спецпредложения. Купим его и, ну, я, наверное, расскажу, почему я принял все-таки решение брать его, тратить на него танкоины, а не оставить эти танкоины на что-то более цельное и что-то более грамотное. Вы видите, что у меня на аккаунте 1768 танкоинов, мы сегодня приобретем замечательное спецпредложение за 2000 танкоинов, а именно, даже не за 2000, а за 1990. На это количество танкоинов у меня собрались уже недельные контейнеры, которые мы сегодня также откроем. И для многих вопрос, почему же все-таки я бедуру этот спецпак, а не оставляю, например, танкоины на челлендж, либо не оставляю танкоины на какой-нибудь танкофонд. Вот, я понимаю, что если я буду сейчас ждать какой-то фонд, какой-то дополнительный плюс, то на это придется потратить крайне много времени, чтобы только этот ивент какой-то появился. И просто так сейвить танкоины, при том, что у нас в игре произошло довольно критическое обновление, при котором у меня не будет вообще никакой возможности фарма премиум аккаунта. Это, ну, наверное, точка, да, при которой я не смогу за короткий промежуток времени получить легенду, да. Я думал, что мы вместе с вами не будем лететь супер быстро по званию и сумеем докачать дикострайкера с фулл резами до легенды первой. Но сейчас я уже понимаю, что на это придется потратить очень много времени, и я лично хотел бы в ближайшем уже будущем, ну, вот прям ближайшем, да, не то что там через месяц, через два, уже получить первую легенду на этом аккаунте. И, соответственно, конечно же, ну, можно сказать, пройти, пройти рубрику, да, а дальше уже части будут там выходить не так часто, может быть, да, и мы будем просто там уже делать какие-то там обзоры, либо там открытие контейнеров, когда там будет накапливаться большое количество, да, то есть. Поэтому я понимаю, что мне нужна эта премка, у меня, как видите, осталось всего лишь три дня, я ежедневно захожу, выполняю задания, бывает еще выполняю здесь супер миссии, и понимаю, что эти 30 самых дней према мне будет безумно-безумно полезны, за которые я сумею докачать свою легенду, а может быть даже и не первая будет легенда, а еще мы. Подкачаемся дальше, ну и, понятное дело, что это даст очень хороший буст также по кристаллам, которые мне, честно говоря, я уже понимаю, что нужны будут, нужны будут, да, то есть можно было бы, конечно, приобретать челленджи, но тогда бы мы, например, не прокачивались бы по званию, звонка была бы, набивалась бы намного медленнее. А так мы дойдем до легендочки, плюс, ко всему прочему, мы получим драгоценный дрон, ой, дрон, говорю, резист, резист от фреза, МК-7, которого у меня, к слову, в гараже вообще нету, да, и я сегодня на стриме сумел приподнять генералиссимус и максимально приблизить себя уже к легенде. Осталось всего лишь 180 тысяч опыта до этого события. Ну и приобрел все пушки и все корпуса МК-1 в связи с тем, что у нас в контейнерах теперь это все может падать. И пока еще у нас из игры не убрали их за продажу за кристаллы, из продажи за кристаллы, я их приобрел, чтобы они не падали, да. Все-таки там, если посмотреть на призы, да, то есть, например, здесь есть, которые падают в белом свечении, есть падают, которые в зеленом, и даже есть, которые падают в синем пушки и корпуса. И получается так, что намного выгоднее их приобрести, они стоят меньше тысячи кристаллов и получать уже какой-то вот здесь дроп, да. То есть, и вам тоже могу совет отдать, если у вас не куплено что-то, лучше возьмите, приобретите и засейвите себе лишние контейнеры. Быть может, что-то из них хорошее упадет. Вроде как все, все, что я хотел, сказал. Поэтому мы сейчас открываем недельные контейнеры, которые мы накопили за довольно длительный период времени. Прибавим сейчас кристаллов, приобретем спецпак и откроем с этого спецпака еще 10 ультраконтейнеров. И я надеюсь на то, что что-то хотя бы интересное мы с этих ультраконтейнеров сегодня выбьем. Многие ребята тоже говорили после нерфов контейнеров, то что удивительно, что они занерфили у нас недельные контейнеры. Но недельные контейнеры, ну я думаю, что вы знаете, что их уже обновляли несколько раз и вряд ли их теперь уже будет кто-то трогать. У нас вообще идеально залетает 1992 танкоина, два лишних есть. Я думал, что придется открывать старые недельные контейнеры, в которых приз зависит от звания. И мне бы пришлось бы их открыть, если бы не хватило бы. Но, как вы видите, нам даже хватает. И это очень и очень хорошо. Тогда мы эти недельные старые контейнеры откроем как раз таки, когда у нас будет легенда. Дабы получить с них максимальный приз, максимальное количество кристаллов и расходника. Но плюсануло неплохо, если честно. Так по расходке недельные контейнеры. Плюс еще и у нас стало 910 тысяч кристаллов. По МПК, если вдруг у кого-то еще есть какие-то интересы, то на 9 шаг качается Дикострайкер. Бустер 10 шаговый уже на 11 летит. И резисты у нас на 7 шаг тоже прокачиваются. Завтра я думаю, что я их уже на следующий поставлю. На все про все я думаю, что здесь придется еще довольно долго времени потратить. И может быть даже мы там какую-нибудь уже там легенду вторую, третью сможем даже успеть поднять до того момента, пока все это вооружение у нас прокачается. Думал, что это будет быстрее все у нас получаться. Но времени надо очень и очень много без ускорений. Поэтому мы приобретаем спецпак. Плюсуем себе 30 дней премки. Появляется у нас еще один резист. К сожалению, конечно же, у нас только 3 слота. У нас нет четвертого слота, который за 5000 танкоинов. Но зато теперь у нас есть еще один резист, который мы будем прокачивать потихонечку. Резист от фреза танкоинов нема. Но ничего страшного. Я думаю, что потихонечку с челленджей, с недельных контейнеров мы так же самым будем их плюсовать. Все-таки челленджей я верхнюю цепочку прохожу. А здесь сотик дают. Ну и плюс недельные контейнеры тоже у нас фармятся. Ну и давайте открывать 10 ультраконтейнеров. Надеяться на то, что что-то хорошее из них выпадет. Я открывал ультраконтейнеры на основном аккаунте по одному. Открывал по пятерочке тоже. Пробовал, тестировал. Ну, что-то как-то, не знаю, пятерку. Когда открываешь и видишь, что там, например, падает 5 зеленых. Как-то, ну, не очень, не очень. Поэтому давайте мы тоже откроем эту десяточку по одному в надежде, что что-то хорошее выбьем. 10 тысяч кристаллов с первого неплохо. 3 тысячи кристаллов. Бронька. По сути, зеленые свечения это старые белые свечения, да, если так говорить по чесноку. Даже они немножко хуже. Поэтому, если вам падает зеленое, знайте, что это как будто вам белое свечение упало. А синее как раз-таки это как будто зеленое свечение. Ну, и похоже, что нам ничего хорошего с этих 10 ультраконтейнеров и не выпало. Упало немножко кристаллов. И упало, ну, немного расходки, да. То есть, ну, в принципе, 27 какри. С этой десятки я плюсанул. Ну, я ничего, в принципе, и не ожидал, что мне с них что-то упадет. Вот, поэтому расстраиваться по этому поводу я не вижу ни особо никакого смысла. И по поводу звания скажу тоже. Я сегодня получил легенду. И награда, как вы видите, у нас один контейнер. Я оставляю какие-то теоретические шансы на то, что эту заданку могут поменять. Как у нас поменяли, например, с 40 тысяч кристаллами. И у всех ребят, у которых оставались эти заданки, стало вместо 40 тысяч кристаллов один контейнер. Поэтому я пока что подсейвлю эту заданку. Все равно мне этот один контейнер не горит. И, ну, типа, легче мне от него не станет, если у меня станет на один контейнер больше. А если, например, эту заданку поменяют с одного контейнера, например, там на 10, на 5, да, условно, то это уже будет какой-то, ну, более приятный бонус. Поэтому торопиться с этой заданкой я не буду. И пока что я ее оставлю, пусть она здесь у меня поваляется. Ну, и обычных контейнеров у меня уже тоже 38. В ближайшем будущем, я думаю, что мы какую-нибудь даже циферку теперь уже будем копить. Не будем открывать за каждые 10 лайков по одному конту, а будем открывать сразу же по какой-то хорошей пачечке. Ну, например, там 50, может, 100, да, в зависимости от того, насколько быстро эти контейнеры у нас будут копиться. Все-таки сейчас эти контейнеры прибавляются с большим количеством, да. То есть, если вы выполняете ежедневные задания, у вас сразу 3 прибавляется конта, плюс вы забираете ежедневно с премочки еще один, то есть это уже 4, плюс с недельных у вас еще 3. Если считать еще какие-то супермиссии, если считать еще те контейнеры, которые вы получаете по верхней даже цепочке здесь с челленджем, то в сумме выходят, в принципе, довольно-таки неплохие цифры. Поэтому я думаю, что мы будем сейчас эти контейнеры намного быстрее набирать и уже большими пачками открывать. Какой-то вот такой вот у нас сегодня разговор на открывающийся такой стрим с покупкой спецпака получился. Стрим, вернее, видеоролик, да. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также, если мы, например, наберем на этом видосе определенную 150-очку лайков, да, давайте, пусть будет у нас цель 150-очка. Набирается 150-очка, и мы сразу делаем очень жесткое, крутое открытие контейнеров. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!